ВОЗ обратила внимание на еще один новый штамм. Вариант AT1 попал в особый список для мониторинга. Это значит, что мутация может представлять опасность, но пока о ней недостаточно научных данных. Что скрывается за этой формулировкой, есть ли повод для беспокойства, расскажем в нашем обзоре. Штамм AT1 впервые выявили в январе этого года в России, поэтому пока его просто называют российским. Латинского наименования он пока не получил. Соответствующую литеру присваивают только тем штаммам, опасность которых доказана. Всего же в списке для мониторинга 12 штаммов, которые требуют тщательного изучения. ВОЗ подчеркивает, любой из них способен изменить свойства вируса и повлиять как на его заразность, так и на устойчивость к вакцинам. Пока же в центре внимания штамм Дельта. Чтобы предотвратить рост заражений, в Олимпийском Токио усилен режим ЧАЭС до четвертого уровня. В МОК приняли окончательное решение. Поддержать спортсменов болельщики смогут только у телевизоров. Впервые в истории Олимпийские игры пройдут при пустых трибунах. Это коснется стадионов в Токио, Канагаве, Сайтами и Тиби. В префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока 50-процентная заполняемость. А в Италии родные погибших от коронавируса судятся с властями. Более 500 человек требуют выплатить 100 миллионов евро компенсации. Власти не приняли своевременных мер, чтобы предотвратить эпидемию и допустили гибель людей, считают истцы. В этой стране коронавирус унес жизни 128 тысяч граждан. И напоследок о новом виде мошенничества. В соседней России злоумышленники размещают в соцсетях объявления о начислении вознаграждений вакцинированным. Заполучив данные банковских карт, мошенники снимают с них все сбережения. До нас эта хитроумная схема пока не добралась. Но все же терять бдительность не стоит. Наталья. Спасибо, Елена.